Все чаще во всемирной паутине появляются новые способы мошенничества. Злоумышленники используют звонки, ложные ссылки, а не так давно появился новый способ хищения денег – сообщения от лица руководителей. При совершении преступного деяния мошенники используют создаваемые фейковые страницы с наличием фотоизображений руководителя организации. Фотоизображения и данные руководителя, а также сведения о работниках организации злоумышленники получают из открытых источников сети интернета. Добраться мошенники могут до любого. Это может быть руководитель предприятия или даже целого региона. В этой переписке ненастоящий Александр Осипов говорит о неблагонадежности работников Министерства культуры и края, в частности самой Ирины Левкович. Просит разъяснения, а позже предлагает откупиться. А буквально две недели назад оброк требовали уже от лица самой главы Минкульта. Ну, например, последний раз Галина Петровна сыроватка, вот то, что произошло, она мне уже позвонила, говорит, Ирина Вячеславовна, что у вас случилось? Просто говорит, я собралась в банк. То есть уже вот этот момент произошел, я говорю, да вы что, это все мошенники, вы не вздумайте, не идите никуда. И тогда она написала, да, я кредит оформила, оформила на карту своего мужа, все сделала. И тишина, и прекратилось. Ну, то есть на самом деле каким-то обманным путем, и они прекращают с тобой общаться сразу. Не оставили без внимания мошенники и сити-менеджера Читы Инну Щеглову. Злоумышленники дважды создавали ее фейковые аккаунты, делали рассылки всем контактам, дошло до того, что даже начали угрожать семье. И, конечно, требовали денег. Мы уже научены, мы теперь не делаем скриншоты, просто скриншот делать бесполезно, потому что все спецслужбы скриншот не распознают, нужен непосредственно номер телефона, то есть его пересылка. У нас закреплен за нами теперь ответственный человек, который, так скажем, решает теперь уже наши вопросы по вот таким вбросам в отношении администрации, ну и меня лично. Войну с мошенниками объявили и в стенах Забайкальского госуниверситета. С начала учебного года на мессенджеры преподавателей и студентов постоянно приходят сообщения с просьбами помочь финансово. Постоянно проводим профилактическую работу с участием наших правоохранительных органов, а не частые гости на наших совещаниях, на наших планерках. И буквально каждый месяц и даже чаще мы проводим вот такую вот разъяснительную информационную работу. Реализуется акция нашей пресс-службой совместно с МВД в сетях университета. Буквально каждую неделю размещается такая информация. Сотрудники полиции просят забайкальцев быть максимально бдительными. В случае получения неоднозначного сообщения лучше всего связаться с руководством лично и ни в коем случае не вступать в разговор с мошенником.